Итак, третий ход. Первым игроком у нас опять становится Чарли. В фазе передышки восстанавливаем мотоцикл. Также давайте увеличим показатель боя для закрытия портала. Так как бой мы имеем больше бонус. 4 плюс 1, 5. И для знаний 4 плюс 1, 5 мы имеем также на данный момент, но в следующем ходу мы сможем увеличить еще больше. Далее, для Венди Адамс мы ничего менять не будем. Улики мы тоже собирать не будем, так как у нас уже достаточно улик. Зато нам не помешало бы получить денег. А где можно получить деньги? А деньги мы можем получить в газете. Соответственно, Венди после того, как Чарли очнется на плато, побежит в газету. Раз, два, три, четыре. И теперь вытягиваем для нее карту контакта. Газета. Фокусируйся, сволочь. Так. А теперь тоже не сфокусируйся. О, сфокусируешься. Да твою за ногу. Убирайтесь, кричит уборщик. Мы закрыты. Если я вернусь и вы будете здесь, пройдите проверку воли с модификатором минус один. И если вы ее проходите, получите две улики. Если не проходите, то окажитесь на улице. Ну, давайте перейдем на улицу, так как мы автоматически эту проверку не проходим. Не забудем перемешать соответствующую колоду. Далее переходим к Чарли. Нам нужен, смотрите, контакт красного или зеленого цвета. Не подходит. Не подходит. Не подходит. Зеленый. Так. Лучик надежды освещает ваш путь. Получить одну единицу рассудка. Ну, у нас рассудок и так на максимум, так что мы ничего не получаем. Ну, и опять наша любимая фаза мифа. И, конечно же, открывается новый портал. Ибн Ц. Получает еще один жетон. И это у нас слух. Слух из базовой игры. Так. Давайте-ка откроем портал на кладбище. Так. И когда у нас слухи, улики просто исчезают. Это портал в загробный мир. Теперь количество монстров в городе приближается к пределу. Кто у нас передвигается? Шестиугольники снизу. Шестиугольники снизу. А вот они. Открывается еще один раз. И эффект. Ставьте по улике в концах каждого хода, начиная со следующего. И сложность боя с культистами, ведьмами, чернокнижниками и высшими жрецами возрастает на единицу. И если мы сбросим три заклинания, то каждый игрок получит по две улики. А если на этой карте окажется пять улик, то она вернется в коробку, и мы будем вытягивать две карты мифа, каждую фазу мифа. И на первой карте мы будем экранировать все, кроме открытия врат. Шикарная карта, тем более для того, чтобы пробудить единицу как можно быстрее. Нам повезло с ней. Так что давайте будем смотреть, как на ней будут накапливаться улики. Начиная со следующего хода. А я бы с большим удовольствием сейчас бы поставил. Ну, да. И на этом третий ход заканчивается.